Здравствуйте, с вами Михаил Абрасовский. И сегодня у нас кое-что новенькое. Совсем недавно, 6 апреля, начался новый сезон сериала «Игры престолов». Сериал этот очень популярен, и я решил использовать несколько фрагментов из прежних сезонов для практики английского. Вообще, мне «Игры престолов» очень нравится, но я должен предупредить тех, кто не смотрел этот сериал, и под впечатлением наших уроков захочет посмотреть его целиком. Имейте, пожалуйста, в виду, в нём много сцен насилия, жестокости и секса. Он категорически адресован аудитории 16+. И для семейного просмотра никак не может быть рекомендован. Но спешу вас успокоить, для занятий английским, чтобы вы не отвлекались, мы будем брать только нормальные, мирные, нейтральные, добрые фрагменты. Их там тоже достаточно. Итак, поехали. «О боги, ну и быстро же они растут!» «Брэндон! Я видел короля!» «Брэндон!» – откликает мальчика и его мама, леди Кейтлин Старк. «Я видел короля!» «Я видел короля!» «He's got hundreds of people!» «He's got hundreds of people!» «С ним сотни людей!» «He's got hundreds of people!» То же самое, что «he has hundreds of people!» «У него есть сотни людей!» «Have got!» – это альтернативный вариант, больше характерный для британского английского, означает то же самое, что и просто «he has!» «У него есть!» «С ним едут!» «How many times have I told you no climbing?» «How many times have I told you no climbing?» «Сколько раз я тебе уже говорила не лазить?» «To climb» – это лазить, карабкаться. Например, «climb trees» – лазить по деревьям. «No climbing» – мама запрещает Брэндону лазить по стенам и по башням замка, потому что это высоко и опасно. «No climbing» – аналогичным образом «No talking» – не разговаривать. «No smoking» – курение запрещено. Это все одного поля ягоды, одна и та же конструкция. Обратите внимание, глагол «to climb» пишется он «c-l-i-m-b». Вот это «b» в конце, оно совершенно немое, оно никоим образом не произносится. «No climbing» – «to climb». В английском есть еще несколько слов с аналогичным немым «be». Например, «a bone» – бомба. «Tone» – могила. Например, «to comb» – расчесывать гребнем. «A comb» – расческа, гребень. Если вам кажется это странным и вычурным, давайте вспомним, что и в русском языке тоже есть подобные слова. Например, «солнце» или «сердце». И в обоих этих словах есть немые согласные, которые никак не произносятся, если не знать, что они там есть, вы в жизни не догадаетесь. «But he is coming right now, down our road». «Но он едет прямо сейчас, у нас по дороге». «Обещай мне больше ты лазить не будешь». «I want you to promise me». Дословно, «я хочу, чтобы ты мне пообещал». Очень распространенная конструкция. «I want you to do something». «Я хочу, чтобы ты что-то сделал». «I want you to stop smoking», например. «Я хочу, чтобы ты перестал курить». «I want you to work harder». «Я хочу, чтобы ты больше старался, чтобы ты более старательно работал». «I want you to promise me». «Я хочу, чтобы ты пообещал мне». «No more climbing». «Не лазить больше». «А знаешь, что?» «Что?» «Ты всегда смотришь на свои ноги, прежде чем соврать». Это дословный перевод. Нормальный перевод будет как-то звучать примерно. «Прежде чем солгать, ты всегда смотришь себе под ноги». «You always look at your feet before you lie». Ну, все-таки она мама, и своего сына она знает, как облуплено. «Look at your feet before you lie». «Run and find your father». «Run and find your father». «И беги и найди своего отца». «Tell him the king is close». «Tell him the king is close». «Скажи ему, что король уже близко». «Бежи» «Джинand queer ты и добраed тебе». «Джининс» «Джинн» «Оббирь» «Оббирь» «Оббирь», «Скажи ему, что он пытается» «Оббирь» «Оббирь» «Оббирь». «ЭEE». «Скажите мне, прощу»,